Я, говорит, вот у меня свой завод, а я боюсь подходить к девушкам, знакомиться. То есть это реально другого уровня страха. Юра, только волнуешься, как в первый раз, да, блин? Я не знаю, что это. Да я не волнуюсь, у меня просто... Я просто устал. Я очень устал, да. Поверните на право. Мы с Юрой и с Денисом вели сейчас тренинг, который назывался... Какой-то правильный тренинг, да. Перед мостом поверните на право. Да, какой-то практический тренинг, о котором мы говорили в предыдущей... В предыдущих видео. Я хочу сказать, что я так еще никогда не уставал в качестве саппорта, в качестве тренера. То есть потому, что мы в этот раз больше действительно включались в учеников. 26 человек, во-первых, да. Очень тяжело, да. Но при этом, как бы, как мы и обещали, что никто не остался без внимания. Вот я реально уже со всеми успел побегать. Я уже запомнил, у кого какие-то затыки, какие-то проблемы. Даже почти всех по имени не запомнил. Да, конечно, когда их бегает там такое количество народа, и все разные ребята, причем там у некоторых очень хороший уровень, да. То есть прям, не знаю, у некоторых очень нехороший. Но так или иначе сегодня, что очень радостно для меня, что в третий день даже самые тухлые чуваки где-то их вставило. Потому что те ребята, которые еще и сами проходят тренинг, они помогали, там, они их распинали как-то даже лучше, чем мы, потому что, видимо, они это как-то восприняли. Ну, на самом деле, группа оказалась очень ровная. Всегда... Да, ни одного дебила, как говорится. Да, ни одного дебила. Все стараются, все ребята молодцы. Ну, действительно, много практики. И, наверное, скорее всего, дальше в следующем тренинге мы будем использовать такие же инструменты, да. Меньше теории, больше практики. Да, очень хороший формат, очень классно выстрелил в плане того, что мы вынесли теорию за пределы эти. Ребята заранее ее посмотрели, у них уже сложилась какая-то картина, как это все выглядит. Сейчас, ребятушки, подождите. Куда держаться-то? Это 30 километров. Блядь. Нет, надо было куда держаться. Вот, о чем я. И очень хорошо, что мы здесь занимаемся только практикой. То есть, всем, получается, как бы достается обратной связи и так далее. Что там по чувакам? Кто это самое, как они? Давай, что они про них? Ну, вообще, конкретно этого тренинга хотелось сказать, что на данный момент, на сегодня, на третий день результативность просто, ну, колоссально 100%. То есть, раньше, к третьему дню, еще были и оставались какие-то люди, которые даже... Да, ничего не делали. ...плохо. Но они делали так, действительно, что, можно сказать, что ничего не делали, потому что им было настолько тяжело. Здесь все прорываются. Я хотел про разношортность публики сказать. И, как бы, это говорит о том, что, ну, какие люди нас смотрят, какие люди приходят, какие люди хотят меняться. То есть, вопреки вот этого убеждения, что там на тренинге ходят одни задроты, там очень много красивых парней. То есть, парень приехал с Магадана, и он выглядит вообще не как с Магадана. Он просто метросексуалый, красивый, блин, загорелый, с какими-то волосами, блин, которые можно сливать в рекламе хеддер-шелдер. Он похож на супермена. Да, 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 да. Возможно, что он будет один из тех, кто потом оставит какой-то отзыв свой. Кто военный, например, да. Да, то есть, это же очень круто, когда ты военный, и ты этим при этом не пользуешься. Это странно, да, что парень при этом скромно себя вел до определенного времени. Потому что женщина, каждая женщина, в принципе, мечтает о мужчине военном, потому что, блин, это же... Да, но это говорит на самом деле о том, что ребята молодцы. Некоторые там комплексуют, могут сказать, да, у меня там такая внешность, мне не повезло, поэтому мне не везет в пикапе, не везет с женщинами. Здесь приехали парни, которые не обижены внешним видом. Ну, они, однако, все равно приехали и понимают, что у них есть какие-то там садыки, да, молодцы. Да, у нас есть парни очень спортивные, очень красивые. У нас есть парни, не знаю, такие позитоватые, не знаю, у нас есть... Конечно же, без ботанов не обошлось, да, и как бы я сейчас самым позитивным образом отзываюсь о ботанах, потому что даже они оказались, блин, очень такими нормальными чуваками. Есть рокеры с длинными волосами. Да, без этого тоже не обходится. У каждой группы обязательно есть какой-то, не знаю, там, как я их говорю, называю, гривотряс, короче, который слушает рок, то есть, да. Чем притяжный. Ну, и в прошлой группе, если он был, выглядел как ботан, то он вел примерно себя как ботан, то в этой они это вообще не оправдывали, свой образ, и все, в принципе, бомбят нормально. Да, причем там, опять же, это возрастной, что там, в принципе, достаточно взрослые ребята, да, там за 30, 27-30, там у нас там самый молодой, это 24. У нас есть человек с Венгрии, специально приехал из Блдапешта, ну, довольно счастлив, говорю, Венгрия, молодец. Да, из Германии, достаточно, там, интернациональная группа в этот раз подобралась. Ну, хотели, конечно, на самом деле записать более веселые покатушки, но силы все отданы, так что, ребята, кто собирается на следующий тренинг, имейте в виду, что, ну, легко не будет ни нам, ни вам, вам точно будет нелегко. Групповой мазохизм какой-то. Групповой мазохизм, но, как показывает практика сегодняшнего тренинга, вообще вот этого конкретного, результаты, конечно, колоссальные. Да, плюс, смотрите, по поводу онлайна, то есть, кто-то проходил онлайн, у нас есть три человека, которые проходили до этого онлайн, там, последние, там, до этого, которые были, и они, как бы, естественно, то есть, мы им сделали какую-то скидку, они решили приехать прокачаться, ну, не хватило у них там чего-то, чтобы сделать на 100% здесь. Они приехали, смогли все это реализовать, воплотить в жизнь, бля, я, короче, не туда поехал. Или вот эта вот женщина, которая мне говорит, она что-то не там говорит. Вот, что еще было прикольного? У кого что было, ребят, забавного? Ну, конечно же, не обошлось без там людей, которые прячутся за колонну, да, то есть, мы говорим, звоните нам, не прячьтесь, то есть, мы с каждым походим, каждого попинаем, и есть, вот как показывают, какие люди, да, там, какого сорта, да, то есть, кто-то прям задрачивает звонками постоянно, говорит, ребят, вы где, ребят, вы где, я потерялся, давайте, где вы, посмотрите, как я делаю, покажите, и так далее. Кто-то делает это меньше, кто-то вообще пропадает, да, но мы все равно их находим за колонной. Да. Неожиданно, да. Было немного странно, что люди заплатили за тренинг, приехали и немного стали бояться, ну, возможно, это и нормально, но... Да, но... Нам пришлось их поискать, поотковыривать. Да, когда мы находим их за колонной и что-то начинаем с ними делать, они потом понимают, что, блин, надо было просто чуть-чуть перешагнуть через свой страх, да, и вот они результаты, то есть, он сначала не может подойти к девушке, он говорит, блин, она уже нас увидела, как мы тут на нее рукой показываем, бла-бла-бла, потом в итоге он даже отворачивается, не может смотреть на нее. Ну, то есть, насколько сильный уровень страха, да, там, нехватка какой-то там боли, например, да, потом все-таки мы его туда отправляем, он возвращается всем другим человеком. То есть, насколько одна удачная коммуникация с женщиной может поднять настроение, да, там, так же, как его и опустить, но в данном случае, видишь, если даже кто-то на тебя грубо отреагировал, ты, ну, там, не идешь домой, не плачешь, ты даже подходишь к следующему, как-то, все нормально. Ну, вот, мне нравится, что погода хорошая, Москва. Я не знаю, я весь день говорю просто, поэтому, Денчик, что рассказать-то? Ну, не считая историю про чуваков на газоне, мне сегодня очень понравилось, что мне подошли чуваки благодарили, это было так приятно. Да, мне понравилось, что вчера меня узнала одна из девушек, к которым подходил наш ученик, и она сказала, «Ой, я подписан на твой канал, хорошее дело делаешь, молодец, тебе очень круто, интересно». И это всегда приятно слушать от женщин, как бы, это действительно искренне приятно. Если ты, уважаемая женщина, смотришь сейчас это видео, это просто подписано на это, смотришь, мне приятно, короче, что сказать. Вот, что-то я хотел еще сказать. Собственно говоря, эта группа получилась какая-то прям, ну, такая интернациональная, я бы даже сказал, да, потому что там есть ребята из Казани, татары, да, там есть и суфы из Башкирии, башкиры, да, есть и из Дермании, есть и из Венгрии, да, есть и откуда там еще есть, есть самый дальний вот в этот раз человек, это Магадан, и я очень рад, что как бы Магадан, такой нормальный чел, то есть, как бы, с ним легко работать. Это говорит о том, что границы, вот эти расстояния, они, когда человек хочет действительно решить свою проблему, да, то есть, они, как бы, ну… Да, по сути дела, ну, наверное, процентов 65-70, я так понимаю, людей не из… Не из Москвы, да. Не всегда налетел человек, сколько говоришься. А на билетах? Двадцатку, наверное, он отдал, да, плюс, плюс… Нет, двадцатку в одну сторону. Двадцатку в одну сторону, да. Двадцатку в одну сторону, да, охуеть. Он сказал, 40 тысяч, и я туда-обратно прилетел. Офигеть. То есть, что-то там, что-то не по акции. То есть, да нет, Россия, конечно, ждет вот такой. Вот, что вам сказать, приятно, что на улице тепло, и лето, и неприятно, наверное, что последний месяц лет, ну, как бы, все когда-то заканчивает, все когда-то начинается, да. Что сказать, следующий тренинг, ребята, ну, мы еще выложим обязательно отчет с этого тренинга, ну, какие-то кусочки наших разборов и диалогов будут в следующих видео. Ну, потому что мне, допустим, когда люди звонили, узнавали про время тренинга, то есть, много народу сказало, что они именно в эти даты не успевают, и, соответственно, будет ли еще… Я говорил, что, в принципе, в этом году тренинга не будет, вот. Ну, не, но формат мне настолько понравился, да, что, я думаю, есть смысл повторить, и мы хотим в начале октября, в первых числах, в первую неделю октября, будет более конкретной информацией точной, когда сделать аналогичный формат, ребята. Я больше, чем уверен, что, как минимум, человек 10 придут посаппортить, потому что это нормальное желание, это очень интересная практика, когда ты сам уже немножко приподнялся над этим своим прошлым уровнем. И ты видишь людей со стороны, да, ты начинаешь и для себя пользу какую-то отсюда ловить, ты видишь какие-то свои косяки, думаешь, блин, это же моя тема, я так косячу, там, или косячу, или продолжаю, и отдаешь что-то во вселенную, блин, это очень клево. Ну, и, конечно, ты также точно персонально будешь работать с каждым, как в этом тренинге, только плюсом ребята еще будут помогать там подпинывать. Я думаю, что этот формат, на самом деле, очень хороший и продуктивный. Да, и, в общем, парни, следите за каналом, следующее видео, это будет отчет с наших разборов, будем вкладывать кусочки или там целиком вот эти разборы, очень весело, очень прикольно это проходит обычно. Очень классная тусовка, опять же, если кому-то... Давно просто не было групповых тренингов, и я думаю, что многие также соскучились, какие вот мы сейчас с удовольствием его провели. Когда в Алоне, кстати, до этого был последний тренинг? А я не помню, но мы что-то мини-группы вели, вот эти вот уикенды, 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 но не знаю, мне так не нравится. Мне нравится, когда еще можно прям посидеть и два часа блокно разобрать какие-то чьи-то косяки. У нас завтра, ребята, придут все, надеюсь, все со свиданий. И вот это будет ржака, короче, когда кто-нибудь будет говорить, там не знаю, как из прошлых раз, там я на теплотрассе что-то там с ним натрахался, или еще что-то. Ну, там обычно какие-то такие интересные истории происходят. Я раньше, кстати, когда первое время переехал в Москву, постоянно снимал на камеру. Блин, меня чуваки катали, каждый раз, когда ехал, каждый раз я достал, телефон там сухарявый снимал в Москва-Сити, потому что, блин, изначально ближе, кстати, поедем дальше. Вот. Блин, там клево. Мне, я вообще, когда приехал, это уже было, да, говорят, что, наверное, лет 15 назад это херня как-то не было. Вот. Ребята, так что смотрите, что могу сказать, какой итог. Очень круто получилось, очень доволен результатами парней. Приходите, ну, прежде чем вы сейчас выключите, и там хейтеры начнут писать. Это реклама заебали, ребята, отпишитесь уже, успокойтесь. Нет, просто такого качественного прорыва, чтобы все ребята вышли на 100%, все все сделали, все задания. Ну, честно сказать, были там какие-то до этого, ну, вот, как сказать, эти, ну, некоторые люди просто, ну, не могли там справиться, ну, реально было тяжело. А в этот раз именно, что была дана ударная практика, ну, соответственно, как бы прорвались все. Это, конечно, тяжело. А у нас какие курьезы там были, что этот венгер говорит, что сегодня четыре раза подходил, четыре раза мужики подходили этих женщин. Да, то есть вообще как бы уникальной ситуации люди подходят знакомиться, и в четыре раза подряд подходил чувак знакомиться по порядку, и в каждый раз подходил муж или мужчина. При этом самое интересное, что никогда не заканчивается никаким конфликтом в этом прикола для кого-то. Это может быть, причем даже в плане, ну, это преграда какая-то, да, в плане бизнеса разношерстная публика или там не бизнеса, там есть и студенты, которые только вуз закончили, да, и какие-то люди, которые бизнесовы, ну, как показывает, сейчас не могу не отвлечься на этот Дэнчик, как же это прикольно выглядит, господи, вообще кайф, да? Ну, и, кстати, еще хотел бы особую благодарность отметить тем ребятам, которые пришли учиться на тренеров, и действительно показали очень хорошие результаты, уже на второй день у них, значит, ну, все получалось, и они уже брали на свои, как говорится, на поруки уже, ну, тоже молодых парней, и очень им помогали, так что, куда поворачиваю? Короче, что хотел сказать, что насколько, вот, казалось бы, нелогично, да, например, человек военный, да, он должен быть прям, ну, по логике, таким четким, да, и как бы все делать, там, ну, любые тяготы, лишения стресса и так далее, и он таким и является, да, но в формате общения с женщинами вот это другой уровень страхов просто, который не относится ни к каким-то жизненным вещам, то есть он испытывает дискомфорт, ему некомфортно, да, во всех случаях он испытывал до первого дня тренинга, есть ребята, у которых свой бизнес, которые, там, у них, не знаю, производства и так далее, при этом, как мне недавно сказал Антон, мой товарищ теперь уже из Петербурга и бывший клиент, у него свое производство, вообще, там, краски и сухих смесей, человек, блядь, производственник, то есть, надо иметь яйца, конечно, там, и упорство, чтобы открыть свой завод, можно сказать, и он говорит, блядь, блядь, это прикол в том, что я, говорит, вот у меня свой завод, а я боюсь подходить к девушкам, знакомиться, то есть, это реально другого уровня страха, вот, и поэтому, те, кто считает, что, вот, когда у меня будут деньги, да, когда у меня будет, там, то-то, когда я накачаюсь, там, есть, блядь, чувак подкачанный, умный трюх, держитесь, оно не решит проблемы, ребят, то есть, это такая же штука, как бы, как и любая другая, которой надо отдельно, в отдельности, в комплексе заниматься, да, и если вы думаете, что это само по себе придет, там, после, ну, не знаю, там, увеличения, там, ваших финансовых возможностей, там, или какой-то красоты вашего тела или мышц, ребята, это кого-нибудь полное, то есть, не, ну, плюсы, конечно, будут какие-то, чуть-чуть, ну, там, для бодрости, для уверенности, но кардинально проблемы не лишают, потому что все вот тут внутри, в голове, да, и, как бы, если ты прокачался по этой теме, и потом у тебя еще плюсом есть внешка, там, деньги, что-то еще какой-то интеллект, ты интересная личность, но это, конечно, круто. Да, мы некоторые, с первого взгляда, смотришь, думаешь, ты вообще зачем, ты не ошибся дверью, да, что пришел, как бы, да, и, а какой-нибудь, не знаю, там, Алешка сейчас сидит за компьютером, и думаю, да, что это, пикапри, я, да, за семерку, да, ну, что, в принципе, все так основное сказали. Да, мы можем дальше показывать вам вот эту вот стоячую трешку колом стоячую, как, если это интересно, ребят, просто контента, ну, кто-то смотрел, дотерпел, сука, ну, домучился просто, дотерпел до конца этот видос, вот, и, ну, не успел плюнуть ядом сказать, заебали рекламировать свои тренинги. О, расскажи о себе, там, что посмотри, а что происходит? А что я себе, живу, да, с кем двигаюсь, короче, двигаюсь по сенаме, это, живу в Питере, не знаю, не знаю, там индивидуальные тренинги провожу там, временно живу в Питере, надеюсь, что по концу года вернусь в Москву. Питер порадовал тем, что, как все питерцы, петербуржцы, петербуржцы говорят, что в это, ну, раз в пять лет такое лето, когда тепло, и очень классно, там очень красиво. Был на параде, ну, не на гей-параде в этот раз, как обычно, а на этом корабле, на параде кораблей, да, но, правда, мы пришли поздно, и там к этому, к набережной уже не подступиться, пришлось просто вот так телефон поднимать и смотреть, там, ну, очень клево, зато до этого две недели корабли стояли просто вот на Неве военной, можно было подъезжать, смотреть, очень клево, когда, ну, для меня это интересное зрелище, когда корабль стоит, блин, военный посреди реки в городе. Че еще-то, блин, ребят, не знаю, отдыхать, поеду на Волгу. Не, ездил уже куда-то. А, куда ты ездил? Не помню. Да к этому в начале лета ездили. Ладно, ребят, все это уже такая, ну, как бы, пустая болтовня. Следите за каналом, записывайтесь заранее, ребят, на следующий поток этого тренинга, который вот мы уже сейчас открываем набор. Это будет начало октября, точные даты скажу, там, не помню какое там. А, слушай, расскажи про парней, которые пришли на два дня позже. Которые, да, они решились, и все-таки потом… Да, ну, короче, у нас был, назовем его… Запрыгнули выходящий курс. Алексей, да, который… а это есть же в тех видосах, которые будут. Ну, и сейчас еще про дублирую. Скажи. Человек знал заранее о тренинге, да, ну, говорит, я был уверен в себе, ну, хороший ответ, да, не говорил, что я ссал или чего-то, ну, я сейчас сам все сделаю. И реально ходил, сам практиковал, это надо отдать должное, потому что, ну, мало кто так делает. Ну, он говорит, я то один подход в день, то три подхода, потом я вообще на неделю выпадаю, то есть мне, типа, якобы лень, но я, говорит, не могу, как естественно, да, как объяснить, почему такая херня происходит, почему я… почему я ничего не могу с ним поделать. Вот. И говорит, что я решил все-таки на второй день, говорит, лучше поздно, чем никогда. И вот сегодня он пришел, у нас уже у него есть там первый телефон, что-то там он уже разогнался, сейчас он поехал с нашими саппортами в парк Горького. То есть чувак в последний момент решился все-таки и об этом не пожалел. Но он вам сейчас сам, наверное, об этом расскажет. все, ребята, что сказать-то вам. Пока. Вот. Впереди авария. Впереди авария, я могу сказать. В левом ряду. Все, давайте, ребята, ждите следующий видос, это будет разбор с этого тренинга, будет интересно, кто-то будет себя узнавать и это будет для вас очень полезно. Все, пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok